Всем привет со всех сторон. Майя, майя, майя. Анимация в мае, стримы в мае, уроки в мае и так далее. Курсы. Думаю, ну может я что, не понял, понравилась она мне, не понравилась эта программа. Думаю, зайду-ка ещё раз тут полазлю, посмотрю как до чего. И вот давайте рассмотрим, как здесь с костями работать и как в блендер. Ну такой двойной ролик будет. Так, отключаем шоу, чтобы вот это вот при включении окошка не показывалось больше. Жмём, наводим мышку на рабочее окно и жмём пробел один раз. Вот такое деление окон x, y, z и общая площадь выскакивает. Нам нужен x, так z вот это вот, это y, z, x. И вот давайте по z, навведём на z ось и вот так вот пробел нажмём один раз. Теперь переключимся на region, выберем вот здесь вверху тоже region, здесь вот все вот эти операции с костями. И погнали. Вот выбираем вот этот joint, левая кнопка мыши удерживаем, можем вот переносить joint вот этот, устанавливаем. Ну и допустим, будет как рука. Вот так вот косточки выставляем. Следом, допустим, вот связь, вы хотите косточку вот отсюда вывести, да, с этой кости. Теперь стрелка вверх, вы идёте на низ, а стрелка вниз нажимаете, идёте кверху по иерархии. Ну вот здесь вот допустим. И вот нажимаем, пошли в эту сторону косточки делать. Так, следом, если мы хотим вот эту косточку убрать, удалить по иерархии, идём вверх, вниз точнее, нажимаем shift-p и удаляем косточку. Хотим соединить вот эту иерархию. Так, я вот поближе поставлю. Alt колёсико это всё дело переносит по экрану, колёсико отдаляет. И Alt, правая кнопка мыши приближает, отдаляет тоже. Выделяем сначала, включаем Move. Выбираем вот эту вот связь. Теперь через shift левый клик выбираем вот эту вот косточку. Она должна позеленить. Ctrl-Z. Вот так, если выбираем вот эту кость через shift и жмём английскую P. Соединение произошло вот отсюда. Значит, Ctrl-Z. Выбираем вот эту верх кости и жмём P. Вот произошло соединение. Теперь, что нам поможет в дальнейшем вот этой работе. Если мы выбираем всё вот так и нажимаем Enter, то всё вот это уже готовая у нас связь. Вот это первая родительская кость. Вот от неё это всё дело тут будет плясать. Если включаем вот ротация, это кнопка R, пардон, E. Через shift переключаемся на английскую раскладку. И можем вот так всё это дело тут вертеть, крутить. Чтобы быстро переключиться, жмём W. Переключаемся вот на такой вот Move. F, R, нажимаем это Skyl. Можем прибавлять косточки размером, уменьшать. Ну, а W всё это дело отключает. Так, теперь, что нам дальше понадобится. Дальше нам понадобится скелетон. Вот это нажимаем. И вот здесь есть полоска. Нажимаем колёсико. И левая кнопка мыши. Можем куда угодно тут всё это дело вставлять. Здесь вот все вот эти ништяки. Работают с этими костями. Допустим, я хочу вот из этой косточки ещё одну косточку здесь создать. Нажимаем Insert Joint. Нажимаем, можно Move. Так, выделяем. Даже не надо её выделять. Insert Joint. И вот создаём ещё одну косточку. Здесь вытягиваем ещё одну кость. А вот эту косточку нам не надо. Это Ctrl-Z. Опять же жмём Insert Joint. Ctrl-Z. Выделяем. По иерархии идём вниз. Ну, вот здесь вот, допустим, с этой косточки нужно вытянуть, да? Insert Joint. И вот создаём ещё одну косточку. Так, как уменьшить косточки? Вот если они у вас большие, да? Это заходим в Windows, находим сеттинг преференции, преференции. Находим кинематик. И вот это вот Joint Size. Его можно уменьшить или прибавить. Получается вот такая F. Вот такая шняга. Вот уже прикольно. Так, это теперь Save. И вот у нас теперь маленькие косточки. Что делать, если мы хотим вот здесь вот развернуть кости, да? Ну, допустим, вот по иерархии вверх поднимаемся. Допустим, вот выберем давайте вот эту связь. И нажмём Remove Joint. Вот мы вот эту связь развернули в другую сторону. Вот теперь вот это две кости будут типа главные. Вот такая штука. Как отсоединить теперь вот эту косточку? Ну, давайте вот эту вот. Допустим. Вот эту вот косточку давайте отсоединим. И нажмём Discount Joint. Вот мы её теперь отделили. У нас теперь отдельная косточка. Её также можно сюда прикрепить. Это уже будет Connect Joint. Так, вот эту вот выбираем. И жмём Connect Joint. Вот мы её назад поставили, соединили. Связь. Так, что тут ещё? Ориентация Joint. Это вот по оси X, Y, Z. Когда вы вот это всё начинаете водить, бывает сбивается вот эта вот ориентация. И, короче, кости перекручиваются вот так вот. Нажимаем Ориентация Joint. Выбираем по Y. Жмём. Toggle Local Axis Y. Всё. Короче. Apply. Применяем. Смотрим. Вот у нас появилось всё. Ровно выставлено. Y, X, Z. Ну, также можно и это дело выровнять. Все Joint. Джоинты именно по оси. Поставить ориентация. Так, мировая ориентация. Word. Ну, опять же нажимаем. Всё это дело выставляется. Итак, вот ещё один вопрос. Как вот сделать вот этот вот joint главным, да? Выбираем его и жмём Рерут. Скелетон. Так. Не поворачиваются. До него надо не доходить, наверное. Так, вот отсюда вот такого выберем. И сделаем, допустим, ну, вот этот joint, вот эту кость. Выберем. Это уже вся цепь. Рерут. Скелетон. Вот так всё дело развернём. А здесь вот так вот выберем. И попробуем ещё раз. Рерут. Скелетон. Вот от него теперь пошла связь. Так, если выберем вот эту кость. Рерут. Скелетон. То в эту сторону вот прошла связь. Именно вот от этой кости. Так, смотрим теперь Е. Выбираем какую-нибудь косточку. Ну, вот эту, допустим. И вот всё крутится. Всё вертится. Вот такая штука. Теперь давайте рассмотрим Миррор. Выберем все кости. Вот эту главную. Кью английское. Отключим вот эту вот. Именно ротация и Skyl и так далее. И Мов. И нажмём. Ну вот. Мирр. Джоинт. Ориентация. Так. Выбираем. Вот на квадратик нажимаем. Так. Y и X смотрим вот по этой оси. Апли. И вот мы отзеркаливаем всё это дело. Так. Откроем новую сцену. Эта сцена нам не нужна. Опять же. Так. Ладно. Пробел. Опять же. По X. По Y. И посмотрим. Добавим косточку. Вот так вот. Несколько костей добавим. И добавим. Так. Это у нас получается скульптинг моделинг. Так. Добавим сферу. Вот она добавлена сфера. Пробел нажимаем. Смотрим где она что тут находится. Ну вот таким образом. Да. Выберем другой ракурс. И вот вы видите что косточку не видно. Как сделать чтобы её было видно. Выбираем. Так. Ctrl Z. Выбираем нужный нам вот допустим. Всю вот эту цепь костей. И нажимаем шейдинг. Находим X-Ray Joint. Вот мы теперь их видим сквозь объект. И так выбираем вот эту кость. Главную. Вот типа на тазе. И через Shift выбираем вот эту сферу. И как её тебе привязать? К кости вот к этой сфере допустим. Или к руке. Находим. Так. Скин. Бинт скин. На квадратик нажимаем. Вот высвечивается здесь вот такое окошко. Joint. Хереси. Классет дистанц. Классик. Классик. Линер. Так. Вот здесь вот где классик линер. Ставим. Викт. Блендет. Здесь галочку оставляем. Здесь ставим на единицу или на двойку. Так. Что тут? Ну. В принципе всё остальное. Оставляем. Интерактив. И дистанция вот здесь вот по низам идёт. Так. Ну и делаем бинт скин. Так. Смотрим. Что у нас? Вот всё привязалось. Теперь если мы будем что-то допустим W крутить. То вот крутится и сфера. Если мы её будем W переносить. То вот она уже прикреплена. Дальше идёт уже настройка допустим костей. Inverse Kinematic. Там. И так далее. Здесь вот рука. Кисти. Выставляем. Возможно вот нажимаем вот на эту косточку. И здесь уже опять же скелетон. И нажмём Mirror Joint. На квадратик. X, Y, Z. Ну и Mirror нажмём. Вот всё выставилось. Ну а так всё зеркалится. Всё нормально. Это получается ещё раз проверим. Rigging. Rigging. Выбираем косточку. Допустим. Ставим её вот так. Вот так. Вот так. Выбираем. Допустим вот эту косточку. Жмём. E. Перекручиваем. Как-то вот таким вот образом. Теперь W. Как-то её поднимаем. Ну а теперь. Скелетон. Допустим. Ей делаем Mirror Joint. Вот у нас ноги уже появились. Вот такая штукенция. Выберем вот эту штуку. Эту штуку можно делить на клавиатуре. Вот эту вот опять выбираем. И опять же скелетон. И делаем Mirror Skeleton. Во. Теперь вот эту косточку. Допустим. Ей. Можно подкручивать. Но изначально конечно сразу нужно одну сторону сделать правильно. И вот такая штука короче получается. Ну пока вот в таком духе. В следующем ролике попробую вот это всё дело вставить в персонажа. Допустим в руку пока. И сделаю настройки именно руки. Там как Inverse Kinematic. Что там ещё у них тут есть в программе. Ну а теперь давайте то же самое рассмотрим как делается в Blender. Я уже много раз Blender показывал. Если кто-то смотрел, то уже будет неинтересно наверное. Ну а тому кто хочет сравнить, давайте посмотрим. Итак Blender 2.83. Давайте тут эти косточки посмотрим. Что тут да как. Так вот. Окошко вот это. При загрузке. Предыдущие ваши сцены тут. Быстрый эскульт. 2D анимация. Переходы. Открыть какой-то файл. Закрываем щелчок левой кнопки мыши. Здесь у нас базовая уже камера. Свет. Куб. Выбираем английскую. А это всё нам не надо. Единица на нампаде. Вид спереди. Тройка. Вид сбоку. Семёрка. Вид сверху. Добавляем теперь допустим. Ну какой-нибудь примитив. Это вот Mesh или Shift A. Добавляем UV сферу. Делаем ей S допустим побольше. G ставим вот сюда. И добавляем Shift A. Добавляем арматуру. Арматуру вы видите. Как заметили не видно. Как это всё дело исправить. Выбираем человечка вот здесь вот. Настройки Object Date. И Viaport Display. Здесь можно In Front поставить. И вперёд она спереди. S ей поставить побольше. G перевести допустим вперёд. Так. Ctrl Z. Также поставить и включить наименование. Как оно называется. Чтоб видно было. И вот ориентацию XYT по оси. Так. Ну это есть здесь вот. Настройки самой кости. Это уже чуть-чуть поглубже. Вот здесь можно связи поставить. Вот допустим Inverse Kinematic. Слежение кости поставить за какой-нибудь косточкой. Также Copy Location. Чтобы она копировала движение какой-то кости. Или трансформация кости. Или копировать размер кости. Ротацию и так далее. Локацию. Так. Заходим теперь в Edit Mode. Чтобы можно было редактировать косточку. И вот теперь выбираем вот эту кость. И делаем от неё, ну допустим, ответвление. Отсоединить вот эту косточку можно Alt-P Clear Parent. И вот G косточка будет отсоединена. Так. Ctrl-Z. А вот так она прикреплена к этой кости. Развернуть косточку можно. Правая кнопка мыши. Нажимаем Switch. Директория. Разворачиваем кость. Так. Дальше что можно? Подразделить. Сделать из одной кости больше костей. Это делаем сабдивизией. Вот теперь у нас две кости. Если больше костей надо, вот заходим. Хоть сколько делаем. Так. Ctrl-Z. Возвращаемся назад. Так. Что ещё сделать? Связи находятся в Shift-G. Это вот здесь родительская связь. Отец, мать, children, ребёнок, группы и так далее. Связывать кости можно таким образом. Так. В правой мировой. Допустим мировой по X. Ctrl-Z. Выделяем косточку. Жмём Shift-D. Дублируем. В правой кнопке мыши жмём X. Так. Mirror и X Global. И вот теперь мы по X всё это дело отзеркалили. Так. Что тут получается? Так. Что ещё не рассказал? Также здесь есть Alt-P, допустим, Disconnect-Bone. Отделить можно вот эту косточку G. Но она будет, вы видите, привязана к связью тоже. Если вот эту кость отделяем, Alt-P, Clear Parent, G, выводим, то можно её соединить вот с этой косточкой через Shift-Ctrl-P и сделать Keep Offset или Connect. Если Connect, мы вот её полностью так приращиваем. Если так, выделяем вот эту косточку, Alt-P, опять же, Clear Parent, G, её уводим и можем привязать её к этой кости уже Ctrl-P, Keep Offset. Вот связь у них есть, но она вот отдельно. Но вот эта кость будет на неё влиять. Так. Что ещё тут можно рассказать? Так. Вот, Clear Отделить. И вот он показывает Clear Parent. Здесь вот тоже. Так, 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 так. Mirror тут есть. Экстрадирование. Дубликат сделать. Сабдивизии. Так, если вот выбрать. Ну, вот эту, наверное. Нажать вот. Заполнить. Между суставами. Вот она заполняется. Вот такая штука. Вот здесь вот можно выбрать. И вот, Bed Joint. Косточку вставить. Или вот выбрать косточку E. От неё отвести. От неё отвести. Здесь выбрать. От неё отвести. Вот такая штукенция. Так. Выделяем, допустим, косточки. Вот эту, вот эту через Shift. Вот таким вот образом. И жмём Delete. Delete Bone. И как вот эти косточки, теперь так, вот эту можно R. Это тоже Delete Bone. И вот эту Delete Bone. Не нужны. Не нужны. А вот эту косточку прикрепить нужно вот к объекту, допустим. Или каркас, арматуру. В смысле скелет. Заходим в Object Mode. Выбираем сферу. И выбираем потом через Shift косточку. А в майке идёт сначала косточка, а потом сфера. Не путайтесь. Так. Здесь вот так. И нажимаем Ctrl P. И нажимаем Width Automatic Widget. Всё. Теперь у нас появилась связь. Именно весами. Так. Выбираем косточку. И здесь вот можно так. Выбираем косточку. Теперь через Shift сферу. И можем зайти в Widget Paint. И вот у нас. Так. Что ещё можно сделать? Выбираем косточку G. Можем переносить. И также выбрав косточку, заходим в Post Mode. Здесь мы можем её уже анимировать. Здесь прописка идёт. Выбираем, допустим, АИ. Делаем LockRot. Выбираем косточку. Перетаскиваем, допустим, на 60 кадр. G. Как-нибудь переносим сюда. И пишем АИ. LockRot и так далее. Тут разные есть варианты. Теперь ставим 60 кадров. Enter. Ну и вот так вот движется теперь анимация. Так. Заходим в Object Mode. Ну, в принципе, в краткости вот такие тут настройки. И так всё здесь работает. Всё. Всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok